В Михайлове на улице Победы начали реконструкцию дороги. Прежде чем подрядчик приступил к работам, была произведена замена водопровода. Здесь водопровод, который отлежал уже где-то порядка 60 лет. Я обратился к Евгению Владимировичу, и Евгений Владимирович принял решение, в связи с тем, что сейчас по федеральной программе здесь будет стелиться новое полотно с новыми тротуарами, принял Евгений Владимирович решение и выделил денежные средства на замену водопровода. Здесь, значит, будет, меняется водопровод 672 метра. Это от колодца, который напротив Ностальжи, мы доходим до перекрестка, пересекаем Кузнечную и запитываем третий пролетарский переулок. То есть мы здесь полностью запорной арматурой кладем новый водопровод. Здесь водопровод лежит азбист, азбист цементный, который то и дело рвется. Вот и постоянно из-за этого в городе нет воды. Сейчас мы, как бы, эту проблему сымем и, ну, лет на 50 минимум, а если не больше. Потому что кладется водопровод из новых современных материалов, пластик. Ну, как бы, по новым, современным. Получается, что это было не запланировано, да? Вы на этот год не планировали такой ремонт? Нет, не планировали, нет. Мы на этот год не планировали. Собственных средств как таковой у нас не хватает, а тут полная поддержка главы района. То есть это деньги все из бюджета города района. Евгений Владимирович дал команду, пусть мы их кладем. А тем более, когда в сфере того, что и планируется набережная, и новые строятся, это как раз очень кстати. А параллельно каким сейчас работой ведет ваша организация? Ну, параллельно мы ведем, во-первых, подготовку к зиме, скажем так. Ну, свою работу выполняем. Еще у нас есть контракт на ремонт канализационного коллектора, который у нас, мы часть его произвели, еще осталось у нас по улице Мерзлова вторую часть произвести. Ну, а там работы много. Только успевай раскручиваться. Наталья Быстракова, Александр Каратаев. Специально для Михайлов ТВ.